Ну а теперь заплыв в 200 метров бутерфляем также мужчины, также будем переживать для советских спортсменов. Шведский дельфинист Пер Арвитсон по первой дорожке, далее голландец Ферворн, Рогер Путель, представитель Германской Тиматресской Республики. На дорожке номер 3 Сергей Фисенко будет быть с лучшим временем, попав в финал по четвертой дорожке. У Сергея Фисенко к этому моменту многочисленная победа на чемпионате СССР, он явный фаворит в советской сборной, представитель Украины в советской команде. Ну и уже к этому моменту чемпион Европы, мира, в общем, главный фаворит. Британец Хаппел попал на пятую дорожку, наверное, его можно рассматривать как главного конкурента для Сергея Фисенко, но последний чемпионат Европы остался за советским спортсменом. Еще один британец Полта, будет по дорожке номер 6. Этот момент, нужно признать, развитие британского дельфина был в очень хорошем уровне. Питер Моррис завершает эту историю, будет по седьмой дорожке. Ну а по восьмой, последним, восьмым попавшим в финал, Михаил Горелик, один из самых трудолюбивых людей в советской сборной, абсолютно выполняет эту игру в Казани. Тренер уже довольно возрастной, призер чемпионатов мира, призер чемпионатов Европы, любимец команды, на самом деле душа команды. Очень трудолюбивый парень. Ну а мы следим, в первую очередь, за предустоянием Сергея Фисенко. Кангличане на Хаббл, они плут по четырех пятой дорожке. Здесь старт, тут был фальстарт. Мы начинаем смотреть до момента, когда дается старт второй. Все уже скупались, у всех, кто уже не спал. Нет, все-таки вот этот тот самый фальстарт. Видите, в таком состоянии, говорят, все британцы улетели. Все британцы улетели, но в то время иногда фальстарты использовали специально для того, чтобы сбросить излишнее напряжение, панервировать соперника, нам показывают сразу все нарушительные спокойствия. Три британца. Хаббл, Полтон, Моррис. Наши ребята на провокации не поддались. Здесь употребляю очень тяжелая дистанция. Качнул Сергей Фисенко на старт. Вы прекрасно видели, но он удержался. И на обратном движении подключал сигнал, поэтому немножко проигрывал старт. Вот он будет в центре, в белой шапочке, с размашкой техникой есть. Михаил Горелик придет ближе всех к нам в красных планках, в планках форта СССР. Но пока британцы задают тон. Единственное, что у британцев очень неэкономичная техника. Вдох на каждый цикл. Советские учебники подкручивают вдох через раз. Сергей Фисенко тоже делает вдох на каждый цикл. Только Михаил Горелик, который любил и исполнительный привод с движением на вдох через раз. То есть не избивать своих дыхательных возможностей, не перегружать организм от личными движениями. Ну и посмотрите, абсолютно равная борьба. Дистанция действительно тяжелая, поэтому рывок на старте может очень дорого обойтись и его обладать. Ну так или иначе, Сергей Фисенко начинается в этот 58-26. Довольно неплохое время для того периода. Михаил Горелик, к сожалению, за британцами не видит, что будет происходить в центре. Но какова лучше человека, попавшего в финал, возьмем результат. Потому что может дорого стоит Михаил Горелику. Ну а Фисенко начинает уже оглядываться по сторонам. Ведь он становится тяжело и готовится к финишу. Опять же, по советским учебникам сделал рывок на третьем полтиннике. И вот смотрите, корпус отрыва. Дальше можно финишировать, держать, терпеть и будет в своей золотой медали. Так, Сергей Фисенко. Уже более двух корпусов выигрывает у ближайшего преследователя. Тяжело даются ему последние метры, но подготовка достаточная. С каким отрывом выигрывается Фисенко. Последний метр еле доплывает. Руки уже не выходят из воды, но 59-76. 59-76 это победа фабу второй. Быстрый представитель Германской Демократической Республики. Третий. Михаил Горелик, действительно, вот, наверное, попавший под обаяние трех британцев, лучших рядом и не видевший основной борьбы в центре, оказывается пятым. Сергей Фисенко по лицу видно, да, абсолютно красное лицо, уставшее. Но зато какое преимущество. Полторы секунды на ближайшем преследовательном. Убедительная победа советского пловца. Продолжение следует.